На одной волне с городом. Радио. Болтком. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, день добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте, здравствуйте. Я Рита Трошкина. И помогают нам включать «Зелёную лампу». Сегодня гости очень интересные. Руководители проекта «Философия для жизни». Владимир Бармин и Ольга Думчева. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Помогаем мы сегодня малышу Артису. Ему 5 лет. Мы о нём расскажем чуть позже. Там такая история. Уже была у нас программа про Артиса. Кто-то, может быть, даже вспомнит. Это мальчик, который родился весом всего 640 грамм, крошечный, помещавшийся на ладони руки. И история была о том, как мама боролась за его жизнь. И вот сейчас им нужна помощь снова для того, чтобы он мог продолжить лечение, избавиться от боли. Ну вот, повторяю, что ему уже 5 лет, сделано очень много, пройден большой и очень непростой путь. И улучшения, конечно, есть. И мы расскажем об Артисе подробнее чуть позже. А сейчас просто напомним наш телефон. 9-3-0-6-3-8-4. Евро 42 цента за звоночек. Вот каждый звоночек полетит в помощь этому малышу. Ну и напоминаю, что наши гости сегодня Владимир Бармин и Ольга Думчева, руководители проекта «Философия для жизни». Значит, будем говорить о философии. Философствовать, да? Ну вот знаете как, философия. Давайте повернем так, практическое русло сразу. То есть как в наше время, философия, в наше непростое, очень тяжелое время для всех, да? Философия помогает людям выжить. Помогает она? Владимир. Вы знаете, философия – это ведь то, что существует как такая врожденная, естественная потребность в душе человека. Это потребность иметь смысл, это необходимость иметь какие-то критерии для выбора для жизни. Это потребность на что-то опереться для того, чтобы вообще действовать в том мире, в котором мы живем. И особенно в трудные времена, но так показывает история, философия была необходима, потому что позволяла выжить и физически, и морально, и духовно выжить. То есть такой внутренний стержень. Можно говорить о философии как о внутреннем стержне, благодаря которому мы можем жить каждый день, мы можем общаться с другими людьми, находить какую-то возможность для более гармоничного сосуществования друг с другом, преодолевать препятствия, отвечать на вопрос «Откуда пришел, куда иду?» Ну вот сейчас давайте повернем на то, что ваш проект «Философия для жизни» именно, он включает в себя циклы лекций, посвященные известным философам, которые что-то свое там сказали. Давайте вот конкретно, чем вы занимаетесь, что это у вас за группы такие, какие курсы проходят? Ну давайте я немножечко расскажу. Это проект, который мы начали, наверное, уже достаточно давно, где-то в 2015 году мы приехали. И появился... Мы приехали как раз с попыткой, чтобы этот проект заработал в Латвии. Нам очень этого хотелось. И... А то есть давайте поясним, приехали откуда? Мы жили в России. Да, и приехали в Латвию. Мы приехали в Калининграде, да. И в какой-то момент мы с Олечкой приняли такое вот решение, что немножко поменяем нашу судьбу. Приехали в Ригу, в Латвию. И вот с тех пор, да, живем здесь, работаем. И этот проект, который не мы придумали, это скорее мы проводники этой прекрасной идеи, идеи о том, что философия может помочь человеку в жизни. Философия не как некий такой предмет академический, который преподается в университетах. И часто очень, когда человек слышит философию, фу, не... Пугается. Это что-то сложное, да, заумное. Если говорить об этимологии слова, иногда этимология слова очень много говорит о смысле. Знаете, как переводится философия? Любить мудрость. Да, любовь к мудрости. То есть это не ученый муж, который знает мудрость, а тот, который любит ее и ищет. И вот этот поиск, он обычно приводит к каким-то открытиям, откровениям, пониманиям. И в результате этих открытий и пониманий жизнь человека меняется. Мы даже часто очень пишем у нас на сайте, что будьте осторожны, философия может поменять вашу жизнь. Конечно же, к лучшему, но все-таки она меняет. И нельзя сказать, что вот этот наш курс, даже не курс, да, как проект, он состоит только из лекций. Я бы даже сказала, что это не только лекции, это занятия, в которых есть и, конечно же, какие-то вещи, которые передаются от преподавателя. То есть интерактивно. Да, есть и семинары, на которых как-то человек... Понимаете, ведь что значит для жизни? Это значит, что, слушая, ты каким-то образом впитываешь то, что ты слышишь, осмысляешь и меняешься. И очень хочется, чтобы человек именно менялся. Вы знаете, мы каждую неделю в рамках нашей программы знакомимся с семьей, которой нужна помощь. Мы готовим материал, мы беседуем. Ну, как правило, это мама, да, потому что все тяготы по лечению ребёнка в основном берёт на себя мама. У мамы связь с ребёнком. И вот каждый раз, каждый раз, у каждой мамы своя философия. И она обращается к этим раздумьям, потому что в её жизнь... Не имея академической там какой-то базы. В её жизнь входит беда, которая меняет эту жизнь. Иногда переворачивает просто с ног на голову. И она начинает думать, почему, кто я, кем я должна стать, чтобы это понять, чтобы это принять, чтобы это преодолеть. И вот у каждой мамы своя философия. И мальчик, которому мы сегодня помогаем, вот Арти Скрумнич, ему 5 лет. Познакомились мы с ними 3 года назад. И потом ещё 2 года назад, перед пандемией, мы рассказывали их историю, тоже помогали собрать средства на лечение мальчика. И, пожалуй, это одна из самых трогательных историй за всю историю нашей программы. Вот отношение этой мамы к тому, что произошло. У нас даже опубликована фотография из роддома, где мама вот так вот положила ручку, ладонь, да, и этот маленький малыш, который весь в трубочках после вот момента рождения, он вот ровно с ладошкой. В размер, да. Да, да. В общем, там очень интересная история, замечательная семья. Мама психолог сама. Да, сейчас мы с ними встретились, и у них изменения в жизни. Они переехали, они жили в Риге у родителей мужа. Сейчас они переехали до Добельский район, потому что там мамины родители, и там жизнь дешевле. Там есть садик, здесь с садиком проблемы. Там соседка может помогать в качестве нянечки. В Риге для такого ребёнка нянечку найти очень сложно. Здесь им надо было с третьего этажа таскать на руках, ребёнку уже 5 лет и плюс коляска. Вот. Там они выходят прямо сразу, значит, с первого этажа на землю и так далее. В общем, это обычная такая латышская, очень хорошая, очень простая, очень такая мирная семья. Вот для них мы просим помощи. 9306384, евро 42 за звонок, и сайт MixNewsLV, рубрика «Зелёная лампа». Там вот все подробности и реквизиты для перечисления помощи, если кто-то вот захочет откликнуться. Открыт счёт для маленького артиса в благотворительном фонде «Be Open», с которым мы сотрудничаем. А вот скажите, у вас буквально сегодня вечером состоится очень важная лекция, посвящённая Виктору Франклу. Да? Да, это так. А расскажите подробнее. То есть Виктор Франкл, австрийский психиатр, философ, психолог, бывший узник концлагеря, вот всё, что мы о нём знаем. Почему вы сейчас решили остановиться на этом? И вот эта тема, как сформулирована, если в двух словах сказать, о выборе, о свободе, об ответственности, о смысле жизни, вот через его жизнь. И как найти смысл? Да, как найти смысл. Мы вдохновляемся примерами великих людей, которые показывают, что даже в самых трудных условиях можно остаться человеком. Более того, эти трудные условия помогают пробудить в себе то, что в комфорте, когда всё благополучно и прекрасно, просто не имеет возможности пробудиться. И с одной стороны, его вся жизнь является прекраснейшим примером. С другой стороны, он сформировал подходы, которые могут быть применимы не только в психиатрии, не только тогда, когда нужно человека спасать от самоубийства, а вообще в жизни для любого человека. И наша сегодняшняя встреча, она не столько в медицинском ключе будет проходить, сколько в контексте того, что мы можем для себя найти, открыть для того, чтобы быть более сильными, более уверенными в нашей жизни. И Виктор Франкл говорит об очень простой идее, что самая большая проблема нашего мира, и в целом, и каждого человека – это потеря смысла. Он это называет экзистенциальный вакуум, то есть потеря смысла. Парадоксально, но после Второй мировой войны, когда вроде бы все стало налаживаться, перестали гибнуть люди, и как-то вот все стало спокойнее в жизни, эта статистика самоубийств стала больше. И Франкл об этом задумался, проводил исследования, и пришел к выводу, ну, в результате своей работы, что человек, когда уходит напряженность, когда уходит вот эта острота, он неминуемо приходит к вопросу о том, собственно, а как жить, зачем жить, ради чего жить. Вроде бы все есть, и деньги есть, и как-то благополучие складывается, и семейные отношения, и все такое. Но вот этот вопрос о смысле, он становится ключевым. И Франкл утверждает, что каждый человек рано или поздно встречается с ним, с этим вопросом о смысле, ради чего. И здесь вот, знаете, мне кажется, вот все, что вы делаете, все, что делают те люди, которые вам помогают, они в каком-то смысле реализуют тот подход, о котором говорит Виктор Франкл. Поэтому легче становится. Поэтому легче становится, да, потому что, ну, вот у Франкла есть такой пример с бумерангом, ему как-то подарили бумеранг, и он сказал, что для меня это стало образом смысла жизни. Бумеранг – это оружие, которое использует охотник, но он возвращается тогда, когда человек промахивается. Не достигает цели. Не достигает цели, да. Не достигает цели, но, понятно, мы сейчас говорим не об охоте, а о бумеранге, как об образе, символе в нашей жизни. Очень важно, чтобы у человека была какая-то цель, которая больше, чем он сам себе любимый. Это может быть помощь другим людям, это может быть реакция неравнодушия какого-то такого, знаете. Это может быть творчество. Это может быть творчество, да. То есть какие-то ценности, которые не связаны с чем-то таким эгоистичным и потребительским, что присуще каждому человеку, надо это признать. Мы как-то хотим что-то для себя, мы обычные люди все, да. Но счастливее не становимся. Но над этим всем есть нечто, что даёт совершенно какой-то другой смысл, другое ощущение, другую высоту. А вы знаете, можно этим, наверное, объяснить, такой в обществе подъём отзывчивости. И вот то, как сейчас у нас организуется стихий, возникает вот это волонтёрское движение по помощи людям. Эти группы в Фейсбуке, какие-то знакомые знакомых подключаются, люди каким-то образом участвуют. Это действительно какое-то такое вот прямодвижение и какой-то смысл. Мы были потрясены, когда началась пандемия, и вот все сели дома, и всё плохо, и многие там просто без денег остались, особенно незащищённые слои населения наши. И вдруг стали образовываться на глазах какие-то группы людей. Вчера они были незнакомы, а сегодня они вместе, вместе. Помнишь, это развоз еды бесплатной? То есть ресторанчики стали объединяться, готовить еду, призвали волонтёров, которые будут развозить, там тысячи людей были. Мы следили за этим, вот такими глазами смотрели. То есть они собирали звонки, кому нужна помощь, они потом хватали эту еду, они там быстро-быстро в течение дня горячей обеды. Мы следовали информационно, они совершенно молодые, да, молодые ребята, они решили, что из-за пандемии всё закрыто, работать они не могут, да, но они попросили тех, у кого точно так же проблема, у кого есть продукты, те давали им продукты, они готовили, и они обратились к волонтёрам, а волонтёры развозили вот пенсионерам, бабушкам, кто не мог выйти на улицу, у кого многодетные семьи, вот это вот какое-то тоже. То же самое сейчас вот с помощью беженцам, да, то есть действительно общество каким-то образом как будто сердце открыло. То же самое и с нашей программой «Зелёной лампой», потому что давай сразу озвучим вот благодарность. На прошлой неделе мы маленькому двухлетнему малышу Тёме Васильеву из Даугавпилса помогали, просили помощи, потому что ему нужно было оплатить несколько курсов реабилитации в Таллиннском центре, и нужно было собрать 5-600, по-моему, да. Вот, собрано в три раза больше – 15 375 евро. Люди откликнулись невероятно. Мы просто со слезами смотрели. Сделано 3 204 звонка было на сумму 4 тысячи евро. И сейчас мама тоже просила передать всем огромную благодарность. Благодарность и слов просто не хватает, чтобы сказать, потому что у неё теперь все эти деньги пойдут, разумеется, только Тёме, да, на следующий курс, а ему нужно будет долго и постоянно лечиться. И она теперь не за два курса следующих спокойно, а за четыре или пять. То есть это уже где-то на два года у этой мамы голова не будет болеть. А люди, которые сделали эти 3 204 звонка и перечислили деньги, они вообще их не знают. Это незнакомые люди. То есть вот здесь вот как-то раз они взяли, объединились, как мы говорили вот перед эфиром о цепочке добра, да, один там кто-то начинает, и всё, и пошло, пошло, пошло вот эта цепочка. А вот знаете, странный вопрос сразу, может быть, задам. Скажите, а вот как из вашей практики, как вы считаете, приходит такая отдача за эти добрые дела? Что считать отдачей? Ну, что-то хорошее тебе за это. Кто-то, может быть, делает, я сделаю сейчас, и мне будет тоже хорошо. Плюсик в карму. Плюсик, да. Или на это не надо рассчитывать. Такой очень сложный вопрос, и такая скользкая дорожка, я бы сказал. То есть если даже мы в контексте такого восточного понимания кармы, то есть причинно-следственной связи, вроде бы всё по закону, ты делаешь доброе дело, значит, должно что-то тебе вернуться. Но вопрос, что для тебя важнее, что для тебя имеет по-настоящему ценность, если это похоже на сделку, на торговлю, ну, то есть я сделаю что-то хорошее. То есть внутри себя это ответить. Смотрите, есть цель, а есть средство. И целью может быть получение какого-то блага для себя, но я понимаю, что для этого я должен сделать что-то хорошее. И в этом есть какая-то чертовщинка, конечно. И в Индии говорят, что это на самом деле такая самая главная опасность или препятствие. Да, вот это как звучит желание достичь нирваны является главным препятствием, чтобы её достичь. Или тот же Франкл, он говорит о том, что если человек стремится к счастью, то он его не достигает, потому что его фокус, внимание переключается с по-настоящему важных вещей, которые связаны с добродетелями, с достоинствами, то есть чем-то лучшим внутри человека. И подход может быть, ну как на Востоке советует, то есть ты делаешь доброе дело, потому что оно имеет ценность само по себе. Вне зависимости от результата. А счастье, как Франкл добавляет в этом смысле, оно как бабочка само садится тебе на плечо. Но не потому что ты хочешь его призвать, притянуть, а оно как естественное, с одной стороны, состояние вот этой переполненности внутренней в душе. Неизбежно оно приходит. Неизбежно оно приходит, но не потому что ты за ним бежишь, сломя голову, сломя голову и жадно пытаешься его заполучить, а потому что ты обращаешь внимание на ценности. Вот есть вопрос, что ты хочешь? Ты хочешь жить какими-то ценностями, которые ты выбираешь для себя. И тогда счастье приходит. А если ты стремишься за счастьем, даже если делаешь что-то хорошее, то, знаете, как на Востоке говорят, карма та же, она же действует как бы в трех областях. Есть поступки, есть наши желания, есть наши мысли, то есть наше состояние сознания. И последствия, они есть во всех этих трех областях. Доброе дело, сделанное физически, должно еще внутри быть подкреплено внутренним состоянием, мотивацией, желанием, убеждениями, какими-то ценностями. Пожалуйста, вот у нас уже дискуссия. Это не дискуссия, просто Володя начинает рассказывать то, что требует объяснения. Потому что, а если ты делаешь доброе дело и не думаешь ничего доброго, оно считается или не считается, так обычно нам слушатели задают эти вопросы. Или если ты подумал, но не сделал, как? Ну, конечно, все это такие тонкости, как раз это то, что называется философией. То есть попытка понять смысл. Попытка до этого смысла дотянуться. То есть дела вызывают последствия в виде событий, внутренняя мотивация, желание, как будто бы привлекают некую атмосферу, в которую ты попадаешь. То есть свои последствия. У каждого действия свои последствия. На каждом уровне. На каждом уровне как бы, да. А наши убеждения и вот на как бы тот смысл, который мы вкладываем, самое главное, может быть, это то, что формирует нас самих. То, что Экзюпери называет, когда человек способен сбыться. Да, то есть стать самим собой настоящим, да. Вот в Библии есть фраза очень хорошая. Отпускай по водам, да. Сделал что-то и забудь. И не жди ничего, не забудь. Оно все равно к тебе вернется так или иначе. Самым неожиданным иногда путем без желания вознаграждения. Да, мне нравится точно такое выражение. По-настоящему щедро. Будь богодетельным, а Бог сделает все остальное. Ну да, вообще без Божьей помощи ничего все равно никогда не получится. Это мы в пасхальную неделю говорим. Дорогие радиослушатели, ничего случайного не бывает, если вдруг вы сейчас нас слышите, да. Как говорят, что у Бога нет других рук, кроме наших. Вот если вы сейчас нас услышали, да, то это значит, что сейчас мы вам продиктуем номер нашего телефона, вот, и просим вас сделать звонок, чтобы помочь маленькому нашему подшифтному артису Круменьшу. 9-3-0-6-3-8-4. Это евро-42, как мы говорим, это меньше, чем чашка кофе. Вот, но много звонков складываются в действительно реальную помощь. Как мы говорим, тот самый случай, когда вот это действие будет иметь последствия совершенно очевидно. Каждый звонок, и всё. А вот зашли к вам на страничку в Фейсбуке, есть такая страничка «Философия для жизни», вот вы можете найти, там будут анонсы. Там мы радиослушатели. Да, лекций, курсов очень интересных. Вот год назад была лекция, значит, под названием «Как жить в трудные времена». Год назад это у нас трудные времена были связаны с ковидом. Вот сейчас у нас прошёл год, да, и мы понимаем, что те трудные времена, может быть, не такими трудными были. Вот чуть-чуть для наших радиослушателей давайте вот на тему… Расшифруйте немножко. Да, как жить в трудные времена, ну вот где искать какую-то опору. Конечно, там верующий человек скажет, вот есть 10 заповедей, да, вот читай их, вот твоя опора, да. А на уровне вот какого-то простого, человеческого, бытового нашего сознания. Знаете, та встреча, она была посвящена и этому вопросу, и в частности философии стойков. И мы пытались учиться у стойков вообще, у Марка Аврелия. И они, конечно, дают просто огромное количество конкретных, очень применимых практических советов, что можно было бы делать, хоть и мы, наверное, не назовём их все, но, пожалуй, может быть, начну, знаете, вот, может быть, это немножко неожиданно прозвучит, с благодарности. Ну, то есть, знаете, такая ежедневная тренировка такого образа жизни, который в себя включает способность благодарить. Как жить в трудные времена? Благодарить. Марк Аврелий свою книгу начинает с благодарности. И он благодарит всех тех, у кого он научился, он благодарит многих людей за различные встречи и опыт. И отсюда рождается такая, знаете, особая, что ли, чуткость ко всему тому и всем тем, у кого мы можем учиться. Ну, то есть, это очень хороший вопрос. А есть ли у нас в нашей жизни учителя? Кто они? Нужен ли нам учитель? И жить в трудные времена гораздо легче, если ты не одинок. Если ты не самодостаточен, если ты не опираешься только лишь на какое-то вот нынешнее своё восприятие, понимание ситуации, вообще себя, что делать, как жить. А ты обращаешься за советом к тем, кого ты сам выбираешь себе вот таким образом. Это может быть Будда, это может быть Марк Аврелий, это может быть Джордана Бруно, это может быть кто угодно из ранее живущих или ныне живущих людей. И если вот таким образом мы в трудные времена не останемся одиноки, то мы найдём для себя опору, критерии, ну, то есть, всё то, что позволит нам как-то сформировать своё отношение к себе и к миру. Ещё один маленький совет. Может быть, слушают нас мамы. Я сама мама. Конечно, слушают. Поэтому совет такой, он очень интересный. Есть такая книжка, которая называется «Полианна». Не знаю, слышали вы или нет. Вот есть даже такое движение, которое называется «Игра Полианны». Когда ты пытаешься посмотреть на свою жизнь под другим углом и поблагодарить, опять же, за то, что есть, чему тебя жизнь уже одарила. И получается, что в нашей жизни гораздо больше того, что может нас радовать, вдохновлять, чем нам кажется. Потому что порой мы видим только тёмные стороны и совсем не видим тех, которые могут поселить счастье и такое состояние радости в нашу душу. Вот почитайте книжку вместе с детьми про Полианну. Это очень здорово. Две книжки «Полианна и Полиана выросла». Посмотрите фильм и попробуйте поиграть со своими детьми в эту такую чудесную игру. Она очень простая, но помогает почему-то пережить эти непростые времена. Спасибо. Это отличный просто совет. И да, книжка очень хорошая и сильная. Уточним, что она посвящена судьбе и истории девочки, которая тяжело больна. И вот как она ищет радости в своей жизни. И находит. И ещё другим помогает их найти. Вот это удивительно. Это ключевой момент, на самом деле, что она не просто сама находит, она и другим помогает. И это делает её жизнь наполненной смыслом. И вот к вопросу о том, как потом возвращается ей это. Ей же это возвращается, когда она не в силах уже какие-то действия предпринять внутренние. Ей помогают другие. Вот это вот, извини, сейчас я чувствую, что ты хочешь сказать, Володя. Я не хочу сказать. Вослово ещё скажу по поводу того, что мысль такая пришла, когда вы говорите о том, что в трудные времена люди как-то объединяются, рождается вот эта цепочка добра. Вообще есть, на наш взгляд, с точки зрения философии, есть такой называемый закон единства. То есть всё в природе, оно существует как единое целое. И куда бы мы ни посмотрели, и учёные не дадут нам соврать, всё существует во взаимосвязи. И когда человек начинает жить внутри вот этого закона, объединяясь в чём-то, по какому-то признаку, по какой-то причине, то тогда он чувствует вот это состояние единения, которое тоже даёт ему вот это вот ощущение счастья. И наоборот, когда он почему-то отделяется, да, когда он закрывается, тогда в его жизнь приходят и депрессии, и проблемы. Как сухая веточка на дереве, которая вдруг становится лишённой соков самого дерева. Мне кажется, самое печальное, что может произойти с человеком, когда вот он теряет какую-то такую внутреннюю связь с другими людьми, и со всем тем, что действительно по-настоящему объединяет всех нас. Поэтому неудивительно, что все, кто принимают участие в этом благом деле, они все чувствуют вот это состояние. Такого человека как будто бы совсем другая сила проходит. Не только его собственная, а вот чего-то ещё гораздо большего. Хорошо. Да. Скажите, а как бы Вы объяснили, что вот в последние годы публикуются итоги социологических опросов, которые показывают, что, казалось бы, самые благополучные страны, вот скандинавские, Швеция, Дания, да, там огромное количество диагностировано депрессией. Вот депрессивное состояние, хотя, ну, пожалуй, самая благополучная страна. Любимая тема. Ну, вот как раз об этом Франкл и говорит, что устройство нашей жизни с точки зрения благополучия и комфорта не является гарантией, что человек имеет смысл и находит себя по-настоящему вот в этом мире, в этой жизни и понимает, что ему делать, зачем ему, как жить. И мы предполагаем, да, что если вот всё наладится, то всё будет сразу хорошо. Оно почему-то не становится вот так вот сразу хорошо. И для внутреннего благополучия, для внутреннего вот такого вот, что ли, гармоничного состояния нужно нечто другое. Как Вы сказали, больше, чем ты сам. Да, и как вот стойки тоже Марк Аврелий, в частности, это один из советов как раз. И он в том, что человек должен различать, что от него зависит, от того, что от него не зависит. И есть некие внешние обстоятельства, они могут быть более тяжёлые, иногда очень жёстко тяжёлые, ну, как у самого Франкла в концлагере, да, прям вот не позавидуешь, могут быть совсем комфортные, когда всё хорошо, есть благополучие, ты сыт, одета, будто, в общем, всё есть, всё хорошо. И эти внешние условия – это то, внутри чего мы находимся, да. Это то, что мы принимаем. Мы можем родиться в разных странах, в более благополучной и совсем где-нибудь… В разных семьях. В разных семьях, да. Есть внешние условия, в которых мы оказываемся. И это то, что от нас не зависит. Здесь, может быть, это такой вопрос для размышления, но Марк Аврелий, в частности, говорит, что… А есть, наоборот, то, что от нас зависит, это наша реакция, это наш моральный выбор. И вот это самое главное. То есть, мы очень часто страдаем, переживаем от того, что пытаемся изменить то, что от нас не зависит, и не обращаем внимания на то, где действительно должен быть вот такой спектр приложения всех наших усилий. Ну, то есть, это кто я, какой я, каким образом я действую. Как Эпиктед говорит, у него такой смешной пример. Он говорит, предположим, вы хотите пойти помыться в баню. Ну, там будут толкаться, там будут ругаться, там будут… Ну, в общем, всяко-разно будет такое происходить. Ну, представляя себе баню. Представляя себе вот как-то вот те времена, эти условия. Но ваша задача не просто помыться. Ваша задача – остаться хорошим человеком. И такой смешной пример, да. Никого не ударить тазиком. Мы очень часто путаем вот эти вещи. Что же главное это, да? То есть, наша главная задача – остаться хорошим человеком или быть им. Хорошим и чистым. Да, да. Или сохранить взаимоотношения. Да, да. А остальное как получится. А остальное может быть лучше или хуже. Вот эти вот внешние обстоятельства и цели, которые конкретные мы достигаем, либо не достигаем, чисто внешние, да. Я почему-то вспомнила фразу чудесного писателя Ричарда Баха. Я не смогу её повторить прямо один в один, но примерно передам, наверное, смысл. Всё, что у нас есть в жизни – деревья, дома, машины – всё это декорации. И самое важное, то, что будет интересовать Бога, когда ты вернёшься к Нему, это то, как сильно ты любил. То есть, всё остальное – это те обстоятельства, которые нам даны, которых не изменить, которые не имеют такого решающего значения. А вот кто ты, какой ты, как ты поступаешь, любишь ли ты, откликаешься ли ты на боль, вот, как сейчас, например, мы с вами. Вот это вот вопрос главный в жизни. В буддизме высшее состояние сознания равно сострадание. И сострадание – это тождественные вещи. Ну, то есть, если вообще как-то размышлять с точки зрения эволюции, но если опираться ещё на восточный подход, что она вообще существует, вот эта духовная эволюция, если коротко, то к чему мы придём, вот куда идём, к чему мы движемся? И это состояние сострадания, это сострадание единства, это состояние любви. Как не просто чувство любви, а как вот такое осознание себя как части целого. А вот знаете, зачем мы здесь? Отсюда естественным образом рождается попытка ответить на вопрос, а что делать? Что делать, как жить? А вот что делать? Потому что сейчас общество, как на основе сострадания, очень часто происходит скатывание и в гнев, и в ненависть, и в злобу, и в осуждение, хотя в основе лежит сострадание. Вот как нам уберечь друг друга и себя от вот таких эмоций сейчас? – Хороший очень вопрос, на самом деле, мне кажется, ключевой сегодня. – Ну, знаете, вот гнев, ненависть и прочие подобные вещи – это то, что мы называем недостатками. То есть различные проявления, и в самом этом слове может быть и ответ, когда чего-то недостаёт. И не вопрос в том, чтобы сражаться против ненависти или против чего бы то ни было вот этого плохого, а ну как свет, который если есть, то он есть, а если его нет, то возникает тьма. Если есть любовь, то нет места для ненависти. Если есть достоинство, то нет места для недостатков. – Будда ещё говорил. – И поэтому ключ, да, он философский подход, он в том, чтобы не сражаться, не противостоять против чего-то, а пытаться и внутри себя, и в жизни, и в каждом дне находить то, ради чего. Ну, то есть больше света, простите, может быть, это абстрактно и символично прозвучит. – Будда говорил, ненависть никогда не побеждается ненавистью, только любовью побеждается. – То есть что делать? Будить себя, будить других людей, опираться на лучшее, сражаться за это, потому что это требует усилий. – Ну, выходить в любом случае из пространства вот такого недостатка, из пространства противостояния. – Поверить, что это возможно вообще, ну то есть осмелиться на это. – Вот в рассказе Грина о зелёной лампе, о которой мы говорили, последняя фраза звучит так. Если вы не можете включить лампу, спускаясь под тёмной лестницей, зажгите хотя бы спичку. Вот какой-то маленький источник света. Замечательно. Вот вы не поверите, наша программа подошла к концу. – Но ещё последний вопрос. У вас сегодня лекция, да? На неё могут радиослушатели, которым интересно попасть? – Да, конечно. Мы ждём, будем очень рады, если кого-то это заинтересует. Это улица Александра Чака, 127. Можно найти, наверное, самым быстрым способом в Фейсбуке «Философия для жизни» в Риге. Там вся информация есть. И встреча будет посвящена Виктору Франклу и как найти смысл. Да, как найти смысл очень конкретным, практичным вещам. – Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете. – За этот весь долгий путь, да. – И ещё вопрос. Можно прийти просто в ход свободный? Никаких предварительных билетов приобретать не надо? – Да, билетов не нужно приобретать. У нас свободный взнос, ну то есть если кто-то имеет возможность, мы будем рады такой помощи. Если нет, то можно просто прийти, да. – То есть приходите в гости. – Да, и посмотрите на страничке «Философия жизни». Мы не успели подробнее об этом сказать, какие были лекции, какие планируются. Это действительно просто потрясающе. То есть то, чего, может быть, многим не хватает, это Махатма Ганди, Платон, «Мудрецы древней Индии», «Древний Египет», «Уроки Иоанна Павла II», «Марка Аврели», и много-много других тем, которые могут не просто там открыть, кругозор расширить, но реально помочь нашей жизни сегодняшней, в чём мы убедились сегодня. Вот вы очень хорошо это сформулировали. Наши гости, нашими гостями сегодня были Владимир Бармин и Ольга Думчева, руководители проекта «Философия жизни». Напоминаем, наш телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек. Это помощь пятилетнему артису. Подробнее вы прочитаете на нашем сайте, на фейсбуке в рубрике «Зелёная лампа». Вели программу Ольга Авдевича, я Рита Трошкина. – Всего всем самого доброго и до следующего вторника. – Спасибо огромное всем. – Спасибо вам.